Сахар и соль. Рассуждаем сегодня, возможно ли отказаться от этих продуктов и насколько действительно это сложно. Чем их можно заменить и можно ли вообще. Есть у нас такой человек, который уже 4 года как не использует, не употребляет в пищу сахар. Рады вам представить Иван Маслов. Иван, доброе утро. Доброе утро. Иван, доброе утро. Вы так долго не употребляете сахар. Интересно. И что, вот разве не было желания сорваться? Ну да, вообще стоит сказать, что действительно 4 года не употребляю сахар, но вчера пока готовился, думал, 3 или 4 года все-таки. Да, сошелся на 4, но я о том, что это тягот, это как, отказ меня не тяготит, я не отмечаю там постоянно дни в календаре, да, дни в календаре. Да, 4 года. Нет, желания сорваться не было. А что поспособствовало отказу самому? Ну, вообще это такая долгая история, она, наверное, еще тянется с детства. Мне мать любила покупать всякие сладкие подарки, конфеты я любил. Ну, как и все дети, да. Да, да, как и все дети, я был очень большим средством сладкоежки, да, так это называется. Вот, там, кульки обожал, даже у меня были любимые конфеты. Нелюбимые конфеты были, очень нелюбимые конфеты были. Вот, и потом это все продолжалось, ценник стал расти, мне давали больше карманных денег, я стал покупать больше шоколада и закончил вот 4 года назад на том, что я ел очень много сладких продуктов от шоколада до сока. То есть это вот действительно зависимость определенного. Да, 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 это как была какая-то зависимость, я ел по плитке, там, шоколада в день запивал это все отвратительно мерзким соком сладким. Хорошо, что не газировкой. Да, ну и газировка тоже была, да. Тут все спилось воедино. Все слилось, все спилось, да, вот, и в какой-то момент я понял, что дальше жить нельзя, и в тот же момент мой вес лично перевалил за 100, мне тогда было 114 я весил, да. Вот это, да, вот это сейчас просто сложно представить на самом деле. Разворачиваться временем. Как происходил этот переход? Постепенный ли он был? Или вот единоразово в один момент отказался и все? На самом деле единоразово, то есть просто в один день сказал нет, все, смел фантики за стола, поставил там воду, не знаю, что я поставил. Я даже не помню, кстати, как это происходило, то есть просто в один день взял, отказался и, ну и все. Вот, друзья, живой пример того, что раз и навсегда человек бросил плохую привычку, и посмотрите на него. 114 килограмм до и после, сколько? Как не бывало. После того, как я сбросил, конечно, не только сахар, не только отказ от сахара, я стал там больше проводить времени на природе, больше гулять, больше двигаться в принципе. Активный образ жизни. Да, как-то перешел на каши с правильной питания части. Не то, чтобы правильная, сколько не очень вредная, не самая вредная, да. Да, и за полгода я скинул со 114 до 69. Сейчас я, конечно, немножко подрос, вырос и стал весить 73, наверное. Да, в последний день. Но тем не менее, в сравнении, конечно, очень часто. Мне даже, я даже был у врача, мне ставили диагноз ожирений, как бы вот я сейчас. Человек перестал кормить себя завтраками, в переносном смысле этого слова, и добился больших результатов. Поправил свое здоровье, похудел, и, мне кажется, изменил, продлил свою жизнь на долгие, на долгое время. Вот, к слову, да, о том, что изменилось, помимо сброшенного веса, как-то отразилось это на твоем самочувствии, на твоем здоровье, состоянии, в принципе. Стал ли ты чувствовать комфортнее себя? Конечно, намного комфортнее стал чувствовать себя, потому что, когда у тебя постоянно есть что-то сладкое, какой-то сладкий привкус постоянно. Но же сладкое, оно сходно с липким. Ну, то есть, что-то сладкое, но же что-то липкое. И вот, когда ты ешь сладкое, ты чувствуешь себя тоже вот как-то липко, я не знаю, в жизни, естественно, я стал чувствовать себя бодрее. Но есть и другой, допустим, плюс, другая сторона, что я захожу в магазин, и вот обычно люди заходят в магазин и пытаются найти что-то, ну, вот, не поесть именно, не наполнить себя. Такой легкий перекус. Да, а легкий перекус, а легким перекусом что является? Ну, что-то сладкое. Батончик, шоколадка. Какая-то булочка, батончик, прочие разные интересные вещи, вафли, те же самые. А я прохожу и понимаю, что я ничего не могу купить, потому что оно все сладкое, а это я все не люблю. Я так понимаю, что и не хочется. Нет, не хочется абсолютно, то есть, я просто прохожу, я помню, какие это были вкусы, но меня как бы не тянет. Это как, я не знаю, как смотреть на картошку и не хотеть эту картошку. Как бы, и я к чему? К тому, что я прохожу по магазину, когда я хочу что-то перекусить, и понимаю, что я ничего не могу купить, и я выхожу из магазина, не потратив мне рубля. То есть, это еще экономия? Да, конечно, это, ну, 20 рублей, 25, сколько? Ну, каждый день по 20 рублей. Каждый день по 20 рублей, естественно, складывается под блусом. Хотя вот тоже думал о том, что сколько лет-то я не ем сахар. Поймал себя на мысли, что я еще помню большие шоколадные батончики по 30 рублей. И в какой-то момент для меня стало шоком, что теперь они стоят 50 рублей, там, 55, так, и я просто не заметил этой разницы. С пуском резкий был переход. Да, резкий был переход. Ну вот, а значит, возможности экономить стало еще больше, с учетом роста цен на все эти продукты. Ну, а все-таки чем-то стал заменять сахар? А какие продукты, какие ингредиенты? Ну, вот по поводу ингредиентов. Я не пользуюсь сахарозаменителем. То есть это не то, что мне нужно. То есть мне не нужно подслачивать свою жизнь дополнительно какими-то вещами. А по поводу того, чем я заменил что-то сладкое в своей жизни, это фрукты. Естественно, фрукты. То есть после того, как я отказался от сахара, прошло некоторое количество времени, как я установил для себя такую сладкую планку, скажем так, да? Я съедаю вечером, не знаю, полезно это или нет, но неважно. Я съедаю вечером по несколько яблок, там, два-три яблока и утром одно оставляю. Плюс еще вечером грушу, там, какую-нибудь банан, ну, то есть что попадется. И вот даже в самом кислом яблоке можно найти некую сладкую ноту и довольствоваться. Да, этого абсолютно достаточно, чтобы поддерживать себя в хорошем настроении. Ну и в последнее время, вот, как бы изучая рынок, в принципе, изучая то, что продается в магазинах, нашел в себе несколько продуктов, которые, ну, либо на фруктозе, либо на каких-то вот растительных заменителях с тахара. Вот по поводу, кстати, фруктозы, да? Мне как-то учитель химии, да, в девятом, по-моему, классе рассказала какую-то байку, и не помню, как она точно вот звучит, но суть в том, что фруктоза как-то полезнее сахара, потому что сахар перерабатывается 15 минут, фруктоза 5, и вот если ты ешь что-то с сахаром, то пока переваривается остальная пища, этот сахар у тебя в желудке сидит и очень плохо влияет на все-все-все подряд, то фруктоза, она быстро проходит, и как бы радостно. Ну вот, и по поводу, у меня есть, пока я здесь в городе, я по утрам ем по плиточке шоколада в день, вот этого вот горького с небольшим... Все-таки шоколад есть, но другой шоколад. Да, да, горький, с небольшой добавкой вот именно такого растительного заменителя сахара. А эндорфины-то от такого шоколада можно получить в полной мере? Да не знаю, я ради них и ем на самом деле. Чтобы гормоны радости нужны всем. Да, 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 ем и как бы надеюсь, что я получаю какие-то эндорфины от этого. А пока я в отъезде, то есть в Екатеринбурге, я нашел там прекрасные печенья на фруктозе с клюквой. Они тоже абсолютно великолепные. И вот суть еще в том, что фруктоза, она же слаще сахара, и поэтому ее требуется меньше для продуктов. Опять же, то есть не употребляешь больше печенек, а достаточно где-то одной. Да, одна печенька хватает мне ее на целый день, и я счастлив-доволен. Ну, было бы желание, всегда найдется чем, собственно, заменить. Главное только захотеть. Поэтому я думаю, что действительно можно как-то справиться с любой ситуацией. И зачастую, когда мы говорим, что я без сахара жизни своей не представляю, это лишь иллюзия. Да, естественно, это, ну, можно представить жизнь без чего угодно. Друзья, я спешу напомнить, вот сидит у нас сегодня в студии живой пример того, что человек не стал укладывать все на завтра, а кардинально взял и изменил свою жизнь к лучшему. Я спешу вас призвать, все-таки, если у вас есть вредная привычка, то постарайтесь поскорее от нее избавиться. Если это не получается, сделайте это раз и навсегда, то делайте это маленько, постепенно, уменьшайте свою дозу дневную, и увидите, что со временем у вас уже вредная привычка исчезнет раз и навсегда. Спасибо, Иван, что сегодня посидели к нас, что поделились своими советами. Думаю, вы многих смотивировали, и сегодня, мне кажется, кто-то из наших телезрителей точно откажется от сладкого и начнет заниматься спортом, есть полезную пищу. Главное, личным примером действительно показали, что невозможное возможно, и вот этот человек весил 114 килограммов. Сложно представить, но, тем не менее, это так. Мы рады, Иван, что действительно ты нашел для себя такую пользу, сумел найти альтернативу, и главное, не сдавайся, ведь если ты встал на этот правильный, я считаю, путь, то главное по нему и двигаться дальше. Я напоминаю, в гостях у нас сегодня был Иван Маслов, который 4 года уже не употребляет в пищу и в своем рационе не использует сахар. Мы, дорогие друзья, пока что прервемся вашему вниманию наша следующая рубрика «Танго Баттл». Здесь вот как раз-таки все наоборот. Любители мороженого сразятся в поединке.